Гульнура Амершоева Гульнура Амершоева Гульнура Амершоева Гульнура Амершоева Гульнура Амершоева И доступ к информации закрыт, и просто могут не принять, или отфутболить. А сейчас я уже буду туда идти со статусом депутата. В случае победы на выборах Гульнура собирается сфокусировать внимание на бытовых проблемах жителей таджикской столицы. Решение баллотироваться в депутаты, так же как и стать журналисткой, девушки из Орджоникидзеабада с дипломом педагога-психолога Таджикского пединститута, наверное, было продиктовано временем и личным опытом. Последние годы Гульнура стала активно продвигать работу вечерки в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, значимость которого позже донесла и до мэра Душанбе. При участии группы журналистов был создан общественный совет, который стал поднимать и обсуждать реальные проблемы города. Очень осто стоял вопрос о пересмотре генплана. И тогда очень много было нареканий со стороны людей в адрес города о том, что сносятся дома, о том, что нельзя старые здания сносить, нужно их сохранить, что-то в этом роде. Было очень много критики в адрес властей. И тогда, помню, мне позвонил мэр города, он очень часто, я хочу вам сказать, звонит. Главное, в редакторам газет общается с ними не только мне, но и коллегам моим. И высказал такую точку зрения, что почему СМИ все-таки не дают полную информацию о наших целях, о том, что мы хотим развивать город, о том, что мы не имеем возможности, например, сохранять старые здания, потому что площадь города ограничена. Почему все-таки СМИ в этом плане очень без инициативы? И тогда я ему предложила идею о том, что вам тоже следовало бы немного общаться с народом и поговорить с ними. Именно тогда был такой шквал популярности в Фейсбуке, он только, вот, таджийский сегмент Фейсбука зарождался очень сильно, и люди активно очень высказывали свою позицию там, сейчас немножко этот спад прошел, вот, и тогда это нужно было. И мы решили с ним, что мы соберем самых активных фейсбукчам, самых активных жителей города, которые в социальных сетях очень активно выражают свою позицию, мы соберем и поговорим наяву в реальности об этом. Но не только проблемы социального характера волнуют светскую девушку Гульнору Амершоеву. Несколько месяцев назад она выразила озабоченность ростом религиозных настроений в обществе, что было воспринято неоднозначно. Сегодня Гульнора не собирается поднимать эту проблему в городском парламенте, но свои выводы по поводу происходящего она сделала. Я очень сожалею, что многие недальновидные богословы, которых развелось у нас в Таджикистане, извините за выражение, развелось очень много, чтобы они использовали эти умы бедных верующих в своих целях. С сумерками работа в офисе вечерки подходит к концу. Пора возвращаться домой, где ее ждет семья. Сесть за руль авто ей пришлось год назад, чтобы окончательно не зависеть от окружающих. Насколько легко современной женщине в Таджикистане делать карьеру без помощи со стороны, спрашиваем Гульнору. Очень тяжело работать и чего-то добиваться одной. У меня нет никакой поддержки нигде. Я никогда не пользуюсь этим, совершенно не использую ни свое должностное положение, еще какое-то для того, чтобы продвигаться вперед. Она воспитывает двух сыновей 9 и 16 лет. Следить за уроками приходится не всегда, но старается быть в постоянном контакте со школой и в выходные посвящать детям. Ну, Азиз у нас человек продвинутый. Я думаю, что он будет, наверное, каким-нибудь технарем. Гуманитарий он у нас такой. А Руслан будет только бизнесменом, да? Много зарабатывает деньги. Добиться многого в жизни ей помог не только сильный характер, но и постоянная забота матери. Кстати, Румия Касымова решение дочери баллотироваться в депутаты восприняла совершенно спокойно. Она, впрочем, как и любая другая мать, уверена, что дочь не должна забывать и о личной жизни. У нее мало остается времени на себя, на семью. Она уходит рано утром, приходит поздно вечером. Детей она видит только по воскресеньям. Даже по праздникам иногда у нее бывает, что она уходит на работу. Станет ли Гульнора Амишоева депутатом городского маджлиса, покажет голосование 1 марта, которое назначено в один день с выборами нового парламента Таджикистана. Редактор субтитров А.Семкин